Домская ТВ подводит информационные итоги недели. О главных событиях Одессы и региона расскажут наши корреспонденты. В студии работает Юлия Долганюк. Здравствуйте. Антисемитизм в прямом эфире. На канале Ньюзван народный депутат Михаил Добкин проявил ксенофобию в адрес президента Украины Петра Порошенко. Его сразу перебил нардеп Алексей Гончаренко и отметил, подобное поведение Добкина недопустимо. На своей странице в фейсбуке Гончаренко написал, что страшны не столько эти клоуна, а что никто в студии не среагировал или не захотел этого заметить. Я хочу видеть сильного президента без всяких обрезанных полномочий и всего остального обрезанного. Скажите, пожалуйста, а только меня резануло у христианского социалиста, который здесь находится, антисемитизм, который прозвучал, по поводу обрезанных полномочий и продолжения. И услышите, что сказал этот человек. Если это считается нормальным, ну я не знаю. Давайте, давайте, хорошо, Алексей, обратим. Мне кажется, это вообще ненормально нигде. Алексей, пусть каждый телезритель пересмотрит. А в студии национального канала это ненормально впринь. Доброе. Гражданский активист смертельно ранил человека. Инцидент произошел в четверг поздно вечером на Фонтанской дороге. По словам Сергея Стерненко, двое неизвестных напали на него, когда он возвращался домой со своей девушкой. Один злоумышленник убежал, а второй получил от Стерненко смертельный удар ножом. Подробности далее. На меня скоя на новый замок. Вот моя рука. Вот. Давай подойдем. Вот лежит нападник. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сам Сергей Стерненко уверяет, двое неизвестных напали на него около дома. Мне на встречу идут два силуэты. Так, я еще скажу. Наталка говорит, что это за два тени на меня на встречу. Я достал, знаешь, нюху, всякий выпадок. Думаю, ну мало ли. И они проходят по мне и на меня прыгают. По словам Стерненко, завязалась драка. И он смертельно ранил нападавшего, бывшего военнослужащего 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Второго злоумышленника правоохранители задержали в больнице спустя несколько часов. Туда он отправился за медицинской помощью. У него колото-резаная рана живота. Как выяснилось, получили все три особи ранения, за предыдущими данными, от одного ножа. За предыдущими данными, нюх належал активисту, который использовал его для самообороны. Это сейчас выяснилось. У самого активиста резаная рана левой руки его ночью прооперировали в еврейской больнице. Стерненко также получил сотрясение мозга. Случившееся на фонтане полиция квалифицировала по статьям умышленное убийство и покушение на убийство. Стерненко в них указан как потерпевший. Их было двое. Они напали с Нинацька. Сергей имел право защищаться теми снарядами, которые у него были под рукой. Так он нес с собой нюх. Нюх сегодня не заборонен. Он знал, что держава ему не дала защиту, поэтому он защищал себя сам. Это прямое конституционное право. Сергей Стерненко фигурирует как подозреваемый в трех уголовных производствах. Пособничество в сбыте наркотиков, похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и организация беспорядков 18 сентября в Горсаду. Дарья Сметанко, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. СИЗО или залог в полмиллиона гривен. В Приморском суде начальнику Шевченковского райотдела избрали меру пресечения. Накануне правоохранителя поймали на горячем во время получения взятки. Прокуратура требовала взять его под стражу или выпустить под залог в 2 миллиона гривен. Задержанный свою причастность к преступлению отрицал, а защитник полицейского просил выбрать меру пресечения для Шваги в виде личного обязательства, так как сумма залога для него очень высокая. В итоге судья все-таки отправил Арсена Швагу в СИЗО, но уменьшил сумму залога. Запобежный заход в виде держания под ворту, при этом выяснилось размер состава, как запобежного захода остального, для локального подозреваемого обязательства, предпоченных КПК в Крыму, в размере 2 миллиона гривен. Другой нас сообщил о том, что в моем кармане брюк находятся деньги в сумме 3000 гривен, которые мне дал мой заместитель для покупки канцелярской бумаги для нужных дел. Однако, при проведении следственного действия я достал из кармана своих брюк деньги, как было посчитано в дальнейшем в сумме 6700 гривен, среди которых были 3500 гривен, которые якобы ранее были даны Волку. Я сразу сообщил следователю, и это было зафиксировано на камеру, которая проводила это следственное действие, что остальные деньги мне не принадлежат. Откуда они, я не знаю, и возможно, мне их подросили. Беспорядки на фонтане. Несколько десятков активистов Организации Рада Хромадской Беспеки заблокировали офис Украинской национальной блокчейн-ассоциации. Они закидали двери компании яйцами, помидорами и бутылками. С обеих сторон использовали слезоточивый газ. Кроме того, активисты использовали жидкость с очень резким запахом, возможно, аммиак или нашатырь. Порядок охраняли десятки полицейских и бойцы Нацгвардии. Впоследствии спецподразделение Корт вывело руководителя фирмы по продаже криптовалют Романа Купера из заблокированного офиса. Здесь был конфликт двух сторон. Полиция стала между этими сторонами, дабы не допустить их физического контакта и сопротивления, чтобы не было пострадавших. Те люди, которые совершали, бросали яйца либо воду, у нас есть четверо доставленных, на них составлены протоколы, ст. 183 Кодекса Украины и административных правонарушений. Через два дня сторонники Романа Купера нанесли ответный удар и заблокировали офис РГБ. Они пришли с флагами Украины, Турции, Болгарии, Румынии и заявили, что оскорблены ксенофобскими высказываниями «Гордиенко». Активисты Рады громадской беспеки заперлись в своем дворе. Их забросали яйцами и осыпали оскорблениями. Правоохранители снова организовали живой кордон между сторонами. Акция продлилась несколько часов. Впоследствии за хулиганство было задержано 4 человека. Ними маску! Вот мое лицо! Я не скрываюсь! Покажись просто! Трагедия Виктории. Замдиректора лагеря Татьяну Ланину отправили под ночной домашний арест. Такое решение принял Приморский райсуд Ланину и экс-директора лагеря Петроса Саркисяна подозревают в завладении 120 тысяч гривен. Это одно из пяти уголовных производств, начатых после пожара в лагере. По версии следствия, сообщники оформляли на работу фиктивных сотрудников, а вырученные деньги подозреваемые оставляли себе. Обрано запобежный заход. Мы говорим про заступника. Обрано запобежный заход в виде домашнего ареста ночного. Прокуратура стояла на позициях взятия под варту. Сейчас решится вопрос о возможное апелляционное оскаржение. Стосовно директора табора, он и так перебывает под вартою в другом криминальном проведении, поэтому это вопрос сейчас решается. И в продолжение темы. Хронология трагедии. Центр правового мониторинга «Гиднесть» обнародовал практически поминутное развитие событий в детском лагере. Начиная с 15 сентября и до утра 16. В хронологии указаны предыстории и непосредственно момент возникновения пожара. Есть уникальные отсылки к переговорам сотрудников учреждения и изменения их заявлений. Кроме того, становится окончательно понятно, кто спасал детей. Большинство ребят из захваченного огнем здания вывели не сотрудники лагеря. Несколько десятков человек было опрошено. Это правда. То есть разговаривали со всеми людьми, которые готовы были разговаривать. Мы собираемся официально передать хронологию и другие наши материалы Центра правового мониторинга по Виктории для того, чтобы официально их приобщили к материалам дела. И это будет сделано на этой неделе. Напомню, деревянный корпус лагеря «Виктория» загорелся в ночь на 16 сентября прошлого года. В нем находилось 42 ребенка. Все – воспитанники танцевального коллектива «Адель». Трое девочек не удалось спасти из горящего здания. Суд уже вынес приговор воспитательницы Натальи Цокур, которая отвечала за противопожарную безопасность в лагере. Ей дали три года условно. 21 июня должно состояться первое заседание по сути в отношении экс-вице-мэра Зинаиды Цверинько. Обыски у депутатов оппозиционного блока. СБУ проводило следственные действия на предприятиях, которые связывают с Виктором Баранским и Виталием Саутенковым. А также в квартире члена партии Александра Катичева. Такую информацию обнародовала пресс-служба партии на Фейсбуке. Следственные действия санкционировал Шевченковский райсуд Киева. В АПО-блоке это расценивают как давление. Отмечу, на депутатов областного совета оформлено несколько юрлиц, в том числе и благотворительные фонды. Жаркие дебаты на Думской. Александр Ройтборд и Роман Сенек впервые встретились в прямом эфире. Их противостояние началось еще в декабре, когда одесский художник выиграл конкурс на должность руководителя худмузея. Некоторые депутаты облсовета выступили против назначения нового директора. Спустя полгода противоборствующие стороны сошлись на Думской. Подробности далее в нашем сюжете. Первым на дебаты приехал Александр Ройтборд. Он был спокоен. А вот его оппонент заметно волновался. Перед началом теледуэли противоборствующие стороны еще надеются прийти к взаимопониманию. Я верю в лучшее в людях. Я ожидаю, что люди, которые натворили столько глупостей и не очень приличествующих их какому-то статусу поступков, может быть, наконец поймут, что они ошибались. Я считаю, что действительно это неплохая возможность для того, чтобы услышать, увидеть реакцию людей, получить ответы на прямые вопросы, возможно, неудобные, потому что, когда мы в студии, это одна позиция, когда в студии два оппонента, это всегда интересно. Самое начало дебатов. Первые громкие обвинения. Роман Сенек уличил Александра Ройтбурда в продаже магнитов. По словам депутата, торговля не санкционирована. А с благотворительных сборов на территории музея облсовет должен собирать налог. На жаль, это не официальный документ, это не официальный проект областной ради, и жоднои копейки в областную раду с этой скриньки не идти. Вы перетворили музей, на жаль, в базар. Что до сборов благодейных денег, их собирают фонд Музею Инфо-Ченч. Он имеет право это делать. Ситуация накаляется. В Одесском худ-музее уже два года протекает крыша. Но действие, чтобы ее отремонтировать, не предпринимается. Роман, когда появилась течь на крыше в Одесском худ-музее? Когда она появилась, пан Ройтбург на этом пиарился. А люди, которые там работали за свои деньги, били с пиомкой. Я не знаю, что там течет. А работники в собственную руч ходили и били с пиомкой, что там ничего не текло. Я не заходил тогда в музей, потому что я не был директором. А нужно было бы зайти. Вы же граждане могли бы зайти и помогли. По словам Ройтбурда, чрезмерный депутатский контроль усложняет реформирование музея. А вот Роман Сенник видит во всем лишь нежелание нового директора сотрудничать. Знаете, что пан Ройтбург нам отвечает? Также есть очень интересный факт, что длина экватора Земли 40 075 км. И в лапках диаметр экватора 12 756. Скажите, пожалуйста, нормальный директор, до которого пишет депутат, может такие ответы набивать? Скажите, пожалуйста, а в какой еще заклад культуры, вы слили свои депутатские вопросы, когда вы отремонтируете дах? Кого еще вы терроризовали тапки, терроризуете нас? Симпатии зрителей разделились почти поровну. И если вначале имела место спокойная дискуссия, то к середине эфира дебаты стали напряженными. Кто же победил в дебатах? Смотрите в эфире Думская ТВ или на наших аккаунтах в социальных сетях и Ютюбе. Новые тракторы для ПТУ, сельскохозяйственную технику, получат 6 учебных заведений Одесской области. В частности, Ананевский профессиональный аграрный лицей. Ее будут использовать для практических занятий студентов. В этом учебном заведении сейчас учится больше 300 человек. По окончании обучения они станут трактористами-машинистами, слесарями по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, а также водителями авто. В этом году мы в 6 профессиональных технических учебных закладах поставим соответствующую технику, соответствующее оборудование. Потому что когда дети учатся на технике 1986-1987 года, которая вообще не ездит, то потом они просто не владеют профессионными навичками, когда они приходят уже на работу. Это очень важно. 7-8 операций в день, в трех операционных одновременно. Миссия канадских врачей в шестой раз прибыла в Украину, чтобы помочь раненым участникам АТО. В Одесском военном госпитале медицинскую помощь получают 40 бойцов со всей Украины. Операции проводят 24 канадских медика совместно с одесскими коллегами. Речь об устранении посттравматических черепно-лицевых деформаций, дефектов мягких тканей и рубцов. И все это совершенно бесплатно для пациентов. Бойцы со всей Украины с разными травмами и разными историями. Все они добровольцы. Мужчины признаются, на передовой сначала было страшно, но со временем к постоянному свисту пуль и разрыву снарядов привыкаешь. На счету каждого из них минимум 10 операций. Ранение, минно-вибуховая травма, попадание крупнокалибренного пулемета по братину, который рядом стоял. Ему оторвало руку, а осколки попали в меня. У нас был приказ разъянувать троты, чтобы доставить лес на позиции. И мы нашли там противотанковую мину, которая была на мини-сюртрейсе. Мы ее сначала подорвали, потом она подорвала нас. Одна из операций длилась целых 7 часов. Но врачи говорят, самое сложное еще предстоит. Медики будут восстанавливать плечевой нерв. Она будет длиться около трех часов, а может и больше. Мы не можем сказать точное время. Будут задействованы три хирурга. Также будет два анестезиолога канавской бригады, двое украинских врачей и минимум трое медсестер. Это будет одна из самых длительных операций. С канадской стороны в миссии задействованы челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, травматологи и пластические хирурги. Все они будут проводить операции для 40 бойцов, пострадавших в бою. На понедельник было отобрано 39 человек, которые будут прооперированы за эту неделю. На сегодняшнее утро, если я не ошибаюсь, прооперировано 30 человек по этой программе. Работать в военном госпитале канадские медики будут до субботы включительно. За пять предыдущих миссий зарубежные хирурги прооперировали 177 пациентов и проконсультировали еще 400. Алия Замчинская, Александра Грачева, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Скрипач-виртуоз Павел Шпорцелл выпустил документальный фильм о чешской музыкальной школе в Украине. В апреле прошлого года скрипач приезжал для съемок в Одессу. За возможность приехать в Украину Павел Шпорцелл поблагодарил нардепа Алексея Гончаренко. В фильме есть кадры выступления музыканта в оперном театре и фрагменты игры на скрипке в Одесском трамвае, где он исполнил гимн Евросоюза. И все-таки приземлились. Шесть самолетов французских летчиков сели в Одессе. Иностранные гости выбрали маленький спортивный аэродром взамен одесскому аэропорту. Там за приземление одного самолета просили больше тысячи долларов. Почему одесский международный аэропорт просит так много денег за частные рейсы, узнавала Дарья Сметанко. Фрэнсис натирает свой самолет до блеска. Чтобы прилететь в Одессу, он взял его в аренду авиаклуба города Лион. Француз давно хотел прилететь в наш город. Фрэнсис, как и его коллеги-пилоты, хотел приземлиться в международном аэропорту Одесса. Но цена за посадку оказалась слишком высока. Поэтому выбрали Херсон. Мы туда не поехали потому, что наши знакомые, которые приземлились там, были вынуждены заплатить 1 400 долларов за ночь. Мы решили поехать в Херсон, где дешевле. А из Херсона уже в этот аэродром в Одессу. Это лучше, чем заплатить 10 тысяч долларов за всех в одесском аэропорту. Обычно, когда мы летим по Европе, мы платим 10-20 долларов. По прайсу летчики должны были заплатить 150 за наземные услуги аэропорта, 335 за аэронавигационное обеспечение и целых 600 долларов аэропортовского сбора. Хотя в прикладе Мининфраструктуры сумма сборов при посадке должна составлять примерно 50 долларов. Пилот Евгений Кощеев говорит, летчики знают. Одесский аэропорт самый дорогой в Украине. И условия в нем не сравнятся с европейским. Например, в Кошице. Все аэропортовские сборы где-то порядка 40-45 евро. По времени занимает минут 15. Вместе с прохождением тебе ставят отметку, что ты въехал в Евросоюз. Идеальные полосы, полностью топливо, все условия для пилота. Не обошлось без приключений в Херсоне. Монопланы несколько часов не выпускали из местного аэропорта. Без сертифицированного штурмана-лидеровщика. Лишь спустя два часа переговоров госавиаслужба пошла на упрощение устаревших нормативов и разрешила иностранцам вылететь. Пилот Вадим Громов уверен, нашему международному аэропорту необходимо снижать цены за взлет и посадку. И это будет способствовать росту числа туристов в Одесском регионе. Если бы в наш международный аэропорт Одесса смогли бы на таких условиях, я не говорю о бесплатных поездках, а просто на тех расценках, которые принимают другие аэропорты, Херсон, Львов, Черновцы, прилетать аналогия, то поверьте мне, на город, у которого есть и море, сюда бы прилетали просто бы купаться. И с Польшей, и с Румынией, и с других стран на тур выходного дня. В международном аэропорту Одессы ситуацию пока не комментируют. Французы ответа так и не узнают. Шесть самолетов уже вылетели на авиафестиваль Черкассы. Дарья Сметанко, Виталий Прус, Думская ТВ. Раритетные автомобили на Одесской киностудии. Среди экспонатов около 10 авто. Все они не моложе 50 лет. Популярность они получили после съемок фильмов «До свидания, мальчики». Место встречи изменить нельзя, сувениры из Одессы, Черное окошко и другие. Каждая машина уникальна, переделана и адаптирована под современные условия. Но из-за возраста все они очень уязвимы и после выставок обычно требуют ремонта. Съемочный процесс всегда увлекателен, без приключений не обходится. В сериале «До свидания, мальчики» и вовсе отказали тормоза. А у автомобиля 1937 года из фильма «Место встречи изменить нельзя» сломался мотор. Чтобы не останавливать съемочный процесс, пришлось толкать всей командой. В основном автомобили приходится восстанавливать из запчастей, которые есть. И если нету, то по Украине в каждом городе есть такие же больные этой темой. И мы делаем обмен. И это были все главные новости глазами моих коллег. На следующей неделе будет еще больше информации. Обо всем самом важном в этой студии расскажут Елена Еремеева и Ксения Терзи. Следите за эфиром и оставайтесь на Думская ТВ. С нами всегда интересно. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин